Кокорин любимый игрок Дзюбы и нападающий, без которого нельзя оставлять российский футбол. Такой письменной характеристикой, которую сегодня цитируют в интернет-СМИ руководство Петербургского Зенита, попыталось убедить суд в том, что удар стулом не повод ставить крест на спортивной карьере. За арестованную девятку сини-белоголубых поручился даже главный тренер клуба Сергей Семак. Братья Кокорина и Павел Мамаев выступали в зале суда по видеосвязи из московской бутырки. И несмотря на предложенный мамой Кокориных залог в 10 миллионов, их жалобы на травлю в интернете остались за решеткой. Репортаж Александра Евстигнеева. Ни Павел Мамаев, ни братья Кокорины лично в Мосгорсуде сегодня не присутствовали. Они по-прежнему находятся в следственном изоляторе. В судебном заседании они принимали участие посредством видеосвязи. Адвокаты, добиваясь для клиентов домашнего ареста вместо СИЗО, блистали красноречием. Защитник Кокорина-старшего убеждал суд, что Александр, цитата, «кумир молодежи пропагандирует здоровый образ жизни». Сам нападающий еще раз извинился перед потерпевшими, болельщиками. Просил простить и отпустить к семье. И на тренировке мастерство ведь не убережешь в заключении. Я полностью осознаю свою вину и раскаиваюсь в том, что я совершил. Я понимаю, что это недостойный поступок для меня, как спортсмена-профессионала и человека. Поверьте, что эта ошибка стала для меня уроком на всю мою жизнь. Футболиста поддержал и «Зенит», до этого хранивший молчание. В суд пришли письма от президента клуба Сергея Фурсенко, от главного тренера Сергея Симака. По сути, они готовы взять Кокорина на поруки. И от команды 25 подписей. В перерыве шутили. Бесценный документ. Все автографы на одном листе. Симак, кстати, заявил, что «Зенит» Кокорина накажет. Но футболисты все же должны остаться в спорте. Чтобы тот урок, который они получили уже, и уже понесли наказание достаточно серьезное. Чтобы это был такой сигнал, взять веники, что-то подмести где-то внутри себя. Суд оставил Александра Кокорина под стражей. Его младшего брата тоже адвокат Кирилла Кокорина взывал. Это домашний мальчик, которого пригласили на мероприятие. Камеры слежения сняли. После ночи в стрип-клубе 19-летний Кокорин-младший старательно участвует в потасовке. Я бы хотел предостеречь тех, кто стремится сделать поспешные выводы о виновности этих ребят. Я лично с ними познакомился. Я увидел, что это добрые люди. Вообще адвокаты сегодня убеждали суд, что футболистов спровоцировали. Этот финт позволил бы отбить обвинение в хулиганстве и смягчить меру пресечения. Защитник Павла Мамаева сетовал, что футболиста ждет огромный штраф от клуба «Краснодар». Находясь в СИЗО, он нарушает контракт. Мамаев свою вину не признал, но извинился. Мы руку протянули в сторону потерпевших, выразили свою позицию. Безусловно, конечно, Павел и его защита ждет ответной реакции со стороны потерпевших. Вот такого приверения сторон пока на сегодняшний день нет. Я думаю, что на данный момент об этом говорить преждевременно, поскольку непонятен вред здоровью. Степень вреда здоровью, которая была причинена всем потерпевшим. Суд удаляется на совещание. Мамаев в изоляторе общается с охраной. Как и остальных активных участников конфликта, его оставляют под стражей. В СИЗО Павел Мамаев и братья Кокорины пробудут минимум до 8 декабря. Александр Евстигнеев, Мария Дементьева, Максим Щепилов. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok